Всем привет! Ребята, сегодня мы будем готовить... Я буду готовить такой десерт, или это может быть завтрак, или это может быть перекус, но я думаю, что больше всего это будет подходить как десерт. Кстати, вы, наверное, заметили, что я нахожусь не на своей кухне. Да, сзади у меня не белая, как у меня на кухне. Я уже говорила в предыдущем видео, что я сейчас в Израиле, и я не хочу упускать возможности снять здесь для вас макбан, поэтому я ее снимаю. Честно говоря, тут не очень удобно, тут кухня как-то более отдельная, и вот я сижу сейчас в зале, и поэтому, ну, короче, когда это не своя кухня, понятное дело, что все становится менее удобно, менее комфортно, но, тем не менее, я здесь, я с вами. В общем, что мы будем сегодня делать? Знаете, что здесь? Это фиги или инжир, как это просто точно называется. Короче, фикс по-английски, да? Ну, инжир, я думаю, да. Просто я знаю, что сухой это инжир, а вот не сухой это тоже инжир. Наверное, да. Ну, в общем, не важно. В общем, вот это мы будем готовить. И они здесь, в Израиле, просто невероятного размера. То есть, ну, я не знаю, как большой мандарин. Прежде чем я начну, я хочу сказать, что эту идею на этот рецепт мне подкинула одна девушка, моя знакомая, хорошая, Алиса. Привет, я не знаю, если ты меня смотришь, или не смотришь. Ну, в общем, спасибо тебе за эту идею. Что мы будем с ними делать? Мы будем их запекать. Не просто запекать, а запекать с таким соусом, который я вам тоже сейчас покажу. И потом подавать его еще с кое-чем. С бананом и мороженым. Ну, как из него. В общем, ребята. Значит, что нам нужно сначала сделать? Сначала их нужно же, конечно, помыть. Берем миску с водой. Точнее, лучше не миску, лучше просто это делать, конечно, на блюзодраковиной. Я не знаю, я все не буду использовать. Штуки 4 хватит. Так. Ну, моем, моем. В общем, так, помыли, помыли, помыли. Выкладываем на тарелку. Кстати, они были не очень грязные. Итак, значит, пока что откладываем инжир и делаем соус, которым мы будем поливать этот инжир. Соус достаточно тоже простой. Буквально 2 ингредиента. Берете какой-то любой ваш любимый посластитель. Здесь в Израиле. Очень популярная такая штука. Если вы из Израиля, вы наверняка знаете. Финиковый сироп, финиковый мед. Я не знаю, как его называют. В общем, я так понимаю, что это просто взбитые финики с водой или как-то так. И он такой сладкий, смотрите, темный. Офигенный, офигенный. Вот как для разнообразия какого-то натурального посластителя. Это прям супер. Ну, конечно, если у вас его нет, это не проблема. Берите кленовый сироп, берите агаву, что у вас есть, что хотите. Беру примерно сколько? Где-то, ну, я думаю, что столовую ложку. Так. Дальше. Следующий ингредиент. Это корица. Ароматная, любимая корица. Насыпаем, не знаю, сколько. Где-то тоже чайную ложку, может, пол чайной ложки. И начинаем мешать. Дальше смотрите. Получается достаточно густая такая штука, густая консистенция. Поэтому я немножко разбавлю водой. Цы-цы-цы. Так. Окей. Ммм. Классно. Теперь. Теперь. Духовку я поставила разогреваться на 180 градусов, пусть она все там вреется, минут 10. Берем хлопень. Так. Берем бумагу, фольгу точнее. И делаем что-то такое. Открываю. Теперь. Раз инжир, два инжир. Кстати, по поводу вот того, как есть инжир. Кто-то чистит кожуру. Я лично ее не чищу. Потому что, смотрите, одна из причин, потому что если начать ее чистить, то, ну, смотрите, вот ты берешь, а как бы кожура, она очень плохо отстает. Поэтому, если так прям хорошо начать чистить, то очистишь мякоть, которая вкусная в итоге. Поэтому я не чищу, я не знаю, дело ваше. Вот я вот эту вот макушечку вот эту срежу. Потому что она такая. Окей. Раз, два. Три. Четыре. Или сколько раз, два, три, четыре, пять. Укс. Так. Дальше. Значит. Беру, разрезаю вот так вот. Так. Пополам, но не разрезаю до конца. И накрест. Окей. И так он, получается, немножечко открывается. На самом деле, они сами по себе. Смотрите. Уже очень вкусные. Но мы их сделали еще вкуснее. Разрезаю, разрезаю. Так. Ребята, я очень редко ем инжир этот. Ну, он не везде хороший продается, да. Но здесь прям, я так понимаю, сезон. Ой, да в Израиле сезон фруктов круглый год. Они вот так меняют друг друга. То клубника, то арбузы, то дыни, то инжир, то вишня, то черешня, то манго, в общем. Офигенно. Вот они такие красивенькие. Дальше мы берем наш соус. И начинаем выливать, выливать. Стараюсь как бы вот в серединку, чтобы вылилось. Окей. Не падай! Непослушные инжиры сегодня у меня. Ну и еще можно вот так и делать. Так. Дальше. Заворачиваем, но не полностью. Вот так вот. Так вот делаем баню, корзинку, сумочку финиковую. Вот так. Так. Так, сейчас вам покажу ближе. Смотрите, так. Так это выглядит. И отправляю в духовку минут на 10. 15. Я не знаю, буду смотреть по их внешнему виду. Так, наверное, надо так вот побольше. Все. Отправляем в духовку. Они готовы и пахнут невероятно. Смотрите. Ребята, что-то крутое. Так, смотрите. Но это же еще не все. Сейчас, пока эти товарищи немножечко подостынут, надо сделать последний штрих. Знаете, с чем я буду это есть? С бананом в мороженом. Берем. Замороженные бананы. Все. Вот они. Они у меня уже сразу порезаны. Ой. Кидаем их в блендер. Я их заранее порезала, потому что у меня этот блендер, он для смузи. Это не кухонный комбайн, да? И здесь банановое мороженое сложно делать, потому что он такой немножко... Здесь хорошо делать что-то жидкое более. Это про смузи, там соки и так далее. Поэтому, ребята, я сюда добавлю немножко воды. Но обычно я банановое мороженое не добавляю воды. Поэтому для бананового мороженого нужен хороший блендер. Потому что происходит такое. О, да. Главное терпение. Готов. Теперь все. Берем. Фиг. Один. Фиг. Второй. Я не знаю. Пока что 7-2. Потому что он на такой уровень голодности, знаете... не прям... О, я готова все же есть. Нет. Сегодня не так. И... Что мы делаем? Мы берем банановое мороженое. И кладем его рядом. Ох, ребята. Я сегодня утром одно ела. Но... Его мало не бывает. Окей? И еще последний штрих. Ах, кокос. Это абсолютно не обязательно. Если вы не хотите, вы не добавляете кокоса. И вот что у нас получилось. Ах, ну что. Мамер попробуй. Не знаю. Мне бы не очень удобно ложку делать. Ваше здоровье. Надо еще раз распробовать. Можно было немножко подольше запекать. У меня их запекала 10 минут. Ну, просто я не терпелила, человек. В этом плане. Когда дело касается вкусной еды. Поэтому я немножко не потерпела. Но... Можно и 15 минут запекать. Чтобы они... Если вы хотите, чтобы они были более сухие такие, то просто запекайте их дольше. Так вот тоже вкусно. С бананом в мороженом. Как обычно. Бананом в мороженом все делать вкусно. Ну вот что может быть лучше? Ребята, честно говоря, если вы сделаете такой десерт своим друзьям или семье, или кому-нибудь они вас расцелуют. Главное, что полезно, естественно. Понимаешь? Баналов много не бывает. О, ребята. Вот. Я не знаю, когда сезон фигов там в России. Вообще, есть ли он... Когда их продают? Мне кажется, где-то рядом тоже продают их. Это я смотрю на потом. Кокос. Кокосик. Да, это просто кокосик. Да, это просто кокосик. Так вкусно, что даже говорить не хочется. О, классный десерт, реально. Десерт, завтрак. Обед. Ужин. Выбор за вами. Но я вам очень советую это попробовать. Ужин. 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 Съем еще половинку. Может делать такое... Берете мороженое. Делаете такую лодочку. Ой. Ужин. 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 Можно назвать это инжирный тако. Нужно что-нибудь так назвать. Но это похоже на то. Сладкий, жирный тако. О, это очень... Ребята. Все. Все. Я с вами прощаюсь. Отвал башки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.